Приветствую, друзья! Всем здравия и добра! Вот получено определение так называемой судьи о возврате искового заявления. То есть судья отказалась его рассматривать и возвратила. На что пишу индосаммитную надпись прямо на этом определении и отправляю почтой России обратно в суд этой так называемой судье. Что пишем? Возврат без акцепта. Протест. Коллекционируются участников для военного трибунала по статье «Геноцид». Кривой ответ – есть признак соучастия в преступлении. Только деятельное раскание может спасти. Также и для военного трибунала не сможете сказать, что это была маска, у которой есть опекун. Бумага не подписана. Заверена копия бумаги без росписи. Не имеет юридической силы. 30.06.2021 так называемой судьей принято к производству заявления, в которой имеются все необходимые подписи. Оплату за повторную отправку искового заявления после оставления бездвижения, которое признано незаконным, перевести в сумме 2000 рублей билетов Банка России на номер телефона. Указываем номер телефона. При отсутствии поступления в течение 48 часов вы принимаете на себя обязательство оплатить в течение 72 часов 1 миллион билетов Банка России. Счет для перевода запросить самостоятельно. При отсутствии запроса и оплаты в срок начисляются пенни в размере 1% за каждый день просрочки. Без ущерба, мужчина, Денис. Идем на почту, отправляем. На конверте также пишем только имя. Также вот если указываем возврату не подлежит, то и в квитанции кассир также указывает, что возврату не подлежит. Поэтому этот вексель останется в суде. На этом все. До новых встреч. Здоровья всем и радости.